здравствуйте уважаемые коллеги соратники печники сегодня мы приехали на ремонт печи печка интересная уникальная многоходовая 25 лет послужило вот посмотрите в каком она состоянии по тем годам сделано было даже очень аккуратненько уже 25 лет выгорела топка выгорела топка ну немножко позабилась сажа сегодня нам предстоит и маленько почистить и поменять топочные кирпичи заменить на целые сейчас мы что делаем начинаем убираем плиту очень трудно будет подобраться до внутренней потому что наружный корпус сложен целиком завязан в общую кладку значит чтобы добраться в середину уберем для начала плиту чтобы увидеть что дальше вот только видите вся выгорела кирпичи все наполовину выкрашивались толщина топочных кирпичей такая шестерка сантиметров все выгорело ну сегодня мы ее переберем залечен заменим на новые кирпичи разбирается почти что прогорело 25 лет эксплуатации а в целом состояние хорошее то есть если мы даже посмотрим на массив особенно прежде ты не найдем в целом вкладка выполнена хорошо разобрали сняли плиту значит видим топ в каком состоянии то есть все выгорело кирпич нуждается нуждается в лечении чтобы разобрать всю стенку подпорную ну решили в целях экономии времени залечить ее набрызгом набрызг бетонопластикой то есть это будет два или три слоя сетки и клигер лес стенку выравниваем набрызг чтобы не разрушать остатки кирпича это будет быстро и будет эффективно если мы сейчас начнем убирать этот кирпич возможно что у нас начнёт обрушаться вниз потом потребуется уже большой капитальный ремонт а так можно обойтись малыми силами быстро и эффективно это называется бетонопластика дверка вынулась очень легко потому что ошибка значит проволока жесткая не сжженная смотрите вот она не разгибается пружинит не отожженная проволока то есть когда дверки ставим раньше когда ставили надо пользоваться отожженной проволокой мягкой и в шов ее заводить вот так вот изгибая лесенкой лесенкой то есть чтобы как бы пружинка вот и так заводить шов то есть на второй или даже на третий кирпич то есть но обычно раньше делала сантиметров 30 поводки такие здесь они совсем коротенькие проволока не отожженная поэтому дверка выскочила видите как совсем совсем легко один ух один поводок отгорел вот в этом месте отгорелся проволока перегорела еще один-то начинает выпадывать ее потом на жидкие стекло на мастику на терракотовую скорее всего прилепляли вот стояла очень жестко приклеилась она сейчас мы почистим болгаркой здесь пазы уберем здесь почистим и поставим на антара или на шурупы прямо в кирпич зазор зазор создадим эмортизационную прокладку из керамического мата обмотаем рамку керамическим матом вставим просверлим и поставим на анкера здесь вот вижу колосник откопали колосник стоит не совсем правильно поперек ну ладно еще что поперек он еще стоит за сады за садом наперед вот еще он оказывается и запечатан флаг всего делать тоже нельзя сейчас мы его вытащим эти кирпичом стенкой придавлен колосник мурован в кладке это ошибка так делать нельзя из-за колосника разрушился вот этот кирпич вкладку был замурован вот здесь в этом месте вот этими обломочками их выломал развернем колосник поставим повдоль так положим ну вот топка почищена сейчас мы помочь им помоем всю хорошей к сбрызгалки вот таким образом чудесно то есть чтобы кирпич весь был промоченный и чтобы с него глина смылась чтобы следующие слои прилегали хорошо увеличить адгезионные свойства что вся она сейчас в зале в пепле в остатках старой глины водой они смываются хорошо то есть сейчас мы эту стенку промочим потом мы намнем сюда сетку и сделаем набрызговую футировку для восстановления вкладки с помощью клея геркулеса значит сетка просечка оцинкованная то есть многие говорят что она сгорит сгорит на самом деле она не сгорит она будет полностью полностью погружена в раствор значит сверху будет нанесен сантиметровая корочка клея геркулеса чтобы создать клеевой шов после просушки и обжига красиво становится жиростойким бетоном до смесью которая держит до 1200 градусов температура то есть для топки вполне подходит крутим первый слой заполняем заполняем все ямы неровности утягиваем ее сетку саморезами туда и потом забрасываем первый слой клеевым клеем с фиброволокном или с асбестом спучином потом загибаем сетку лишнюю и вложим второй слой в эти же ямы потому что слой толстый клеевой получается загибаем притягиваем и опять закидываем после того как подсохнет схватиться сюда будет еще установлена еще одна сетка по всей площади и уже будет протянуто под гладилку то есть еще один клеевой шов толщиной один полтора сантиметра общая толщина клеевого наброска будет вот в максимальных местах 5 сантиметров минимальных 2 сантиметра 3 то есть после этого вся стенка станет ровная и после просушки она станет на растойким бетоном армированным то есть на много лет хватит то есть это один из способов восстановления тягу перед тем как топку отремонтировали печку всю прочистили проверяем тягу вот перевале 1 который идет в боров до после топки смотрите трудения есть услышно их газетка сейчас захлопнется сейчас сейчас сосала то есть тяга есть нормальная хорошая тяга вполне можно сейчас топку залечить установить плиту и на том ремонт закончить продолжение следует компания печномире александр кутузов продолжаем ремонт печки которые засели три часа назад ну вот топку перебрали наброск на стенку которая прогоревшие было сделали это первые два слоя наружную часть топливника переложили положили свеженький кирпич значит по сетке по сетке вот она торчит за армировали каждый ряд за армировали кладка вот сетка и торчит просечная просечно-вытяжная сетка в каждом ряду уложена здесь для перевязки швов то есть сейчас сейчас после подсыхания базового слоя где лечится топка будет нанесена чего один слой клеевой шов гладенький с обоих сторон только защититься сетки три ряда уже в данном случае под низом сейчас мы еще один раз клеевой шов положим и на том все будет установлена плита здесь будет поштукатурена немножко и потом можно считать ремонт закончен а еще буду устанавливать дверку дверка выгорела значит сейчас здесь будет что установлен клиновой кирпич то есть клинышек вместо вот отсюда надо снять сюда будет вставлен клинышек над дверкой и потом установлена дверку монтирована ну вот заложили топку поменяли стенки сделала сделали наброс бы футеровку то есть чтобы защитить стенки топливника три слоя сетки значит тут даже четвертый слой сетки есть в районке яма была глубокая здесь вот эта кладка выполнена вся по сетке снаружи с внутри стопочной части тоже положена набросковая футеровка для защиты красного кирпича значит теперь мы подошли к моменту когда нужно вложить плиту для этого мы значит керамический мат разрезали на полоски положили в паз который тут имелся да чтобы по уровню было там два слоя пришлось может здесь один свой керамического мата сейчас сюда будет монтирована вот эта варочная плита это всегда укладывается на или керамический мат и и на зонтовый картон то есть заделкой щелей до то есть чтобы нигде ничего не продымгивала не прокопчевала уголка нету обрамляющего на плите поэтому делаем бетонопластику из уголка то есть в базе тот же самый клей геркулес сейчас прикручиваем сюда сетку вот так сетку загибаем видео уголка что был объемный коров и там у нас внутри изолятор значит накидываем сюда раствор здесь между плитой и раствором также положим ленточку один сантиметр шириной вот таким образом поставим сетку амортизатор амортизатор остальное все закидаем клеем то есть вы клеевым швом потом амортизатор обрежем в рове с плитой будет термический завод запечатать так надо смотреть что дырка была с наклоном вперед чтобы не открывалась сейчас сверху сюда прижимаем затягиваем а потом низ сейчас вот здесь дырка сверху это отверстие на 4 шуруп на 5 заворачиваю на 4 и Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Ну вот, ремонт подошел к концу. Плиту умонтировали, дырки все замазали. Где ватка стояла, тут поштукатурили. Потом после высыхания штукатурного слоя, вот так ножичком аккуратненько ватку подрезать и останется термический зазор между плитой и штукатуркой, который позволит ей стоять и не выкрашиваться при динамике плиты, при расширении. То есть она будет, плита увеличивается, будет давить на штукатурный слой. Здесь вы видите, везде, то есть амортизатор между штукатуркой и плитой, то есть оставлен слой 5-7 миллиметров. То есть когда эта ватка обрежется аккуратненько по створу, штукатурный слой будет вполне приемлемо смотреться. То есть уголка здесь не было от начала плиты, сделали вот такой на металлокаркасе штукатурный слой. Потом сюда можно будет вживить еще армированный уголок перфорированный, который отделочники применяют для отделки откосов углов. И снова его еще раз пошпаклевать клеем геркулеса, он будет хорошо, то есть он будет стоять не хуже, чем металлическая рама. Печка топится, затопили на летнем ходу. Дудит как паровоз на летнем на растопочном ходу. Значит, без закрытого растопочного ходов тоже топится. Вполне хорошо реагирует на поддувало. Сейчас там вот здесь немного дровишки. То есть, можно снять дровишки, там уже один слой прогорел. Значит, надеюсь, он прогорел. Ну, да вот подкинули еще одну полежку, чтобы просушить нашу футировку. Все, последние штрихи к портрету. Значит, здесь возле дверки тоже все замазали. Везде там все дырки затыканы вот такой вот керамическим волокном. Все возле рамки, которые были прогары, ну, выгоревший кирпич, затыкали керамическим волокном и зашукатурили клеем геркулесом. То есть, снутри натянут металлокаркас в топке, поэтому будет стоять надежно. Хозяйка уже сказала, что какая аккуратная топочка получилась. Ей уже понравилось. То есть, ну, все, стычка работает, ремонт как бы закончен. Все, получилось? Да, вот, смотрите, все замечательно. Высохнет там отрыжки. Потом, смотрите, подсохнет шукатурка, завтра немножечком вот так прямо, за подлицом, прям немножечком. Чик, и здесь вот так чик. Это вот она тоненькая, там, это просто сюда вылезло. Вот так обрежете и вытащите, и только у вас вот здесь. Хорошо. Здесь тоже, когда высохнет, подрежете. Будет обератненько. Ну, спасибо за работу. Все сделали очень хорошо, оперативно. Ну, очень благодарна. Рекомендовать нас будете? Ну, конечно. А как вы про нас узнали? А мне дали адрес одного печника, а он был занят и отправил к вам. А что за печник, вы подскажете? Не знаю, просто имя. А, имя. Вы его в газете нашли, что ли? Нет, тоже знакомые. Тоже знакомые. И он отправил к вам, но не пожалела, что обратилась к ним. Все, хорошо, спасибо. Очень хорошо работаете. Мы быстро уже сработали? Да, оперативно. Две печки мы сделали? Две. Две, да. Две. Тата, печка топится хорошо. Мы его протопили. Спасибо. Все. Спасибо.